Продолжим тесты из книжки PlayFord. Итак, тест 1 заключается в том, что мы записываем в стэк 4 числа. И сейчас посмотрим, когда мы исполняем это слово, что произойдёт. Да, и здесь мы видим ещё одну особенность современных версий форта, что приглашение выводит на экран верхние 4 числа стэка. Потребовалось много лет, чтобы те, кто пишет for, догадались, что приглашение может содержать какой-то смысл, а не просто быть там окей или что-то такое. Это очень удобно. Итак, тест 1 сработал, приступим к тесту 2. Для этого я вамеюсь, за momento в sitcom 1 сайт будет 1 сайт, 2 сайт 2 сайт 2 сайта Мабил... test2 проверяет слово if и сначала мы подойдём на вход test2, 0. Высветилось число 2. Теперь подадим на вход test2, 1. Высветилось число 1. Тест пройден. test3 немного сложнее. Он использует цикл for. Что сейчас произойдёт? У нас включена шестнадцатилличная система. Поэтому выводится всё начинающее с инсилличной десятки. Тест 3 пройден. Переходим к последнему тесту. Переходим к последнему тесту. Переходим к последнему тесту. Переходим к последнему тесту. И в данном случае нолик не выводится. Одна из особенностей eFord это наличие декомпилятора. Декомпилятора. Переходим к последнему тесту.